Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Зовут меня Мария, живу я в городе Волгоград, если кто у меня впервые. Я сегодня буду сеять семена перца сладкого. И хочу показать, поделиться с вами тем рецептом, который использую я. Я проращиваю, раньше пробовала проращивать различными способами. И в улитках, и на туалетной бумаге, и на салфетках, и напрямую в земле. Но вот в прошлом году попробовала вот этот способ, он мне очень понравился. Где-то у кого-то подсмотрела на просторах интернета. Вот, спасибо этому человечку. И попробовала сделать. У меня все получилось отлично, прекрасная была рассада. Чего я хочу достичь? Я хочу вырастить рассаду без пикировки. Ну, то есть с минимальными повреждениями корневой системы у рассады. Поэтому я сажать буду сразу в такие вот контейнеры. Можно посадить вот такие горшочки, да, и однозначно перевалка она будет, да. То есть когда все это заполнится корневой системой, можно пересадить более крупные горшки. И точно так же, да, вот из таких контейнеров. Вот, но это уже менее безболезненно, нежели выращивать и в грунте, и потом из грунта доставать и повреждая корневую систему. Вот, я почему еще вот как бы пришла вот к этому способу. Я выращиваю в контейнерах. У меня мало места, вот, а хочется всегда, да, несколько сортов, чтобы разных было. Когда приезжаешь на дачу, сорвать свежий перчик, помидорчик. То есть способ, который я сейчас показываю, он подходит и для перцев, и для помидоров, и для баклажан. Очень хочется, да, а места нет. Поэтому я выращиваю их в контейнерах. Это очень удобно, поставить можно туда, где они не мешаются. Максимум света они получают. Ну, и так, поехали. Я думаю, что это все понятно. Я тут приготовила все заранее. Сейчас постараюсь быстро уложиться. Значит, сеять я буду сегодня семена перца. И смысл, еще раз, да, то есть для того, чтобы минимизировать травму корневой системы, нужно сначала прорастить семечки, да. Для этого мне понадобится вот такая вот хабышная тряпочка. Лучше брать вот такой трикотаж тоненький, потому что можно взять там салфетки, но дело в том, что когда начинает появляться носик у семян, они могут застревать вот в волосистой такой ткани, поэтому я беру вот такую вот хабышечку тоненькую. И что в конечном итоге получается? Я сразу покажу уже то, что у меня есть. Да, смысл в том, что мне надо получить, чтобы проклюнулись семена. Таким способом можно сразу понять, какие плохие, да, и их удалить. Вот они у меня здесь. Вот видите, у них уже вот носики-носики торчат. Да, то есть они уже вот готовы к посадке. Сейчас что я и сделаю. То есть я взяла вот такую тряпочку, беру пока, чтобы не сохла тряпочка. Я беру вот такую тряпочку, выкладываю на нее семена. Где-то они там подзастряли. Земля тут попалась. Ну, не важно. Значит, так, стоп. Вот таким вот образом. Значит, я взяла так их в серединку. И вот так вот у них носик, в носике вот тут они собрались все. Значит, у меня подогрет чайник. Температура нам нужна воды 35-40 градусов. И на 2 часа мы сейчас будем замачивать это все. Так, температура подходит. То есть опускаем вот эту водичку в теплую. И, друзья, то есть смотрите, сюда же можно добавить, вот у меня разведенный здесь фитоспорин специально, чтобы землю пролить, да, но я и семена протравлю. Видите, там немножко, ну, темная такая, то есть у меня уже готовый раствор. Вот, добавила сюда фитоспорина заодно протравить семена. Можно слабым раствором марганцовки, да, если вы это делаете, то можно сделать, потому что на некоторых семенах иногда споры различных грибковых заболеваний могут быть. Вот, поэтому лучше протравить. И можно добавить эпин, циркон, любой стимулятор роста. Я добавляю циркончик. Это буквально сейчас так, подождите. У нас, значит, будет, надо сделать так. В среднем, значит, как это делается, на 100 миллилитров одна капля. Одна-две капельки. Вот, получилось больше. Лучше шприцом я обычно это делаю, но сейчас не подготовила. Вот, то есть мы добавляем стимулятор. Сейчас воды еще немножко добавлю, потому что много ливануло. И оставляем на 2 часа. То есть через 2 часа мы достаем, да, вот это, что у нас здесь есть. Немножко отжимаем. Закладываем в обычный целлофанчик. Заворачиваем. Далее я беру, да, вот, ну, махровое полотенце, там, салфетка. То есть нам нужно укутать, таким образом заворачиваю пакет, и на батарею. У меня специально такая рабочая. Смотрите, значит, на батарею я сначала кладу вот такую деревяшечку, потом сверху вот этот полотенчик и укладываю. Значит, нам нужно, чтобы была температура высокая, постоянная, для того, чтобы они проклюнулись. То есть вот эти вот семечки, которые я вам показала, уже проклюнувшиеся, это третий день. В принципе, можно подержать еще, чтобы росток был побольше, но я и сажала и так, да, то есть проклюнула семечка, живое, все видно, росток пошел, значит, можно высаживать. Вот это вот убираю, на третий день открываю, и получаем результат. Нет, не проклюнулись, но можно еще. Но, как правило, 3-4 дня, и все у нас прорастает. Далее я готовлю грунт. Значит, грунт я покупаю для рассады. Вот, нужно брать, ну, хороший вот грунт, да, то есть такой попадаются иногда тут палочки, ничего страшного. Значит, я готовлю грунт, потому что перцы, когда начнут, видите, не побольше даже есть. Ну, хотя, собственно говоря, сюда они просто не полезут. Так, значит, грунт должен быть воздухопроницаемый, влагопроницаемый, да, такой пышный, потому что у перчиков, в отличие от томатов, корневая система сначала такая очень-очень тоненькая, и они любят вот такой воздух, дышать, да, поэтому я готовлю грунт. Покупаю магазинный, вот такой, в принципе, вот этот брала для рассады, сейчас скажу, в фикс-прайсе 10-литровая упаковка, стоит что-то 67 рублей, что ли. Вот, значит, литр, я сейчас вот буду замешивать на то, что мне нужно посадить. Значит, литр я беру грунта, обязательно сюда добавляю вот 100 мл песка. Песок прокалила, прогрела предварительно, да, вот для большей такой рыхлости и воздушности. Песок. Добавляю сюда вермикулит 200 мл. Вермикулит очень хорошо будет и влагу удерживать, и отдавать ее, если вдруг земля пересохнет, и, в общем-то, не даст земле растрескиваться в случае пересыхания. Так, сейчас мы все это замешаем. Так, значит, где-то у нас получается так вот 200, да, так, я добавляю еще сюда золу. Значит, золу можно взять обычную костровую, вот, но у меня я не была на даче, не привезла, поэтому я купила в магазине, вот есть вот такая зола для рассады, 50 гранул, гранулированная добавка в грунт. Добавляется в грунт при выращивании рассады, внести 10 гран на 10 литров грунта. Вот, и, в принципе, можно потом корневые подкормки делать, ее разводить, но я добавляю ее при посадке, потому что, в принципе, да, зола обеззараживает всевозможные патогенные микроорганизмы, которые в последующем, да, то есть могут появиться. Мы делаем такую, как профилактику. Также она борется с корневыми гнилями и различными такими грибковыми заболеваниями. Ну, в общем, подстраховаться не мешает, ну, а, собственно говоря, еще плюс большое ее это питание для рассады. То есть в золе есть почти все микроэлементы, которые нужны для хорошего развития рассады. Азота в ней нет, да, а все остальное здесь присутствует. В связи с тем, что у меня 50 грамм, а надо, как здесь написано, 10 грамм на 10 литров, ну, я вот так делаю, да, то есть 2 грамма, это не помешает. Вот. И также я сюда добавляю 100-150 грамм биогумуса. У меня вот такой вот он гранулированный. Биогумус. Это тоже как природное питание для рассады. Сразу все полезные микроэлементы будут присутствовать в грунте. Также сюда можно добавить, если у вас хорошая земля, да, на участке, там, на даче, в саду, не знаю, там, где вы будете сажать, то можно добавить ее для того, чтобы немножко утяжелить. Знаете, вообще все вот такие вот магазинные грунты, ну, там практически вот присутствует торф, который имеет такую способность быстро пересыхать. И вот свою землю добавить нужно сюда вот для того, чтобы немного все-таки вот эту влагу задерживать, чтобы не сильно быстро он пересыхал. Но дело в том, что вот, к примеру, если брать мою землю, да, у меня там глиняная земля, то есть я ее сюда, конечно, не тащу, не несу, но я постоянно слежу за этим. У меня будут мини-парнички, мини-теплицы, то есть там все нормально будет с поливом и с температурой. Биогумус вот тут вот начала немножко раздавливать, чтобы он разошелся быстрее. Все, в принципе, готово. Так, я заполнила вот сразу, подготовила контейнер, насыпала землю, насыпала землю не до верха, да, и сейчас у меня вода с фитоспорином. Чуть-чуть промочу, сильно заливать не надо, то есть лишнее переувлажнение нам не нужно, но нижнюю вот эту часть мы должны полить. Можно лучше всего, конечно, было предварительно полить, ну, по стоку-постоку, то есть полили, пусть немножко она отстоится, пропитается хорошо, но сильно, опять же, да, не заливаем. Так, вполне достаточно. Вот, и теперь сюда раскладываем семечки. Можно руками брать, в принципе, и вот так вот на серединку выкладываем. Но влажные семена иногда вот прилипают, не очень удобно, поэтому можно использовать зубочистку. Не знаю, мне вот, наверное, лучше удобнее руками. Так, разложили. Вот немножко тем, вот у меня здесь семена такие коричневатые, то есть это не значит, что они пропали, это они замочены были в фитоспорине. Такой коричневый цвет появился. Вот, выбираем самые лучшие, самые крупные, самые такие светленькие, с хорошим уже носиком проклюнувшимся. Ну, пока все здесь у меня. Значит, а что дальше? Так, вот эту вот землю мы немножко так уплотнили, да, вот она пропиталась уже. Поэтому вот так вот воздух оттуда выгоняем. Почему я говорю заранее, да, вот когда заранее польешь, там сразу видно, что она такая, когда мы ее уплотнить и уплотнили, ну, если вдруг, да, какой-то перелив и влажность, можно вот немножко, как бы, ее порыхлить, чтобы все-таки вот не было такого панциря вокруг семечка. Ну, так вполне достаточно. Вот, и сверху я присыпаю, ну, буквально сантиметров, сантиметра полтора высота вот этой земли, которую я насыпаю. Сейчас так вот засыпем. Вот, и дальше мы уже не поливаем. Там достаточно влаги внизу, семена у нас были набухшие во влажной тряпочке лежали, еще до этого вымачивались. Поэтому не переусердствовать бы. Вот так, да, получилось. И вот так слегка я ее сейчас прижму. По мере роста перца, я буду подсыпать сюда еще земельку. Но чем мне вот этот способ очень нравится, то есть, когда я дождусь, уже будет ком земли полностью опутан, безболезненно, просто методом перевалки. Я беру и в большую емкость. Ну, все будет зависеть от погоды, на какой-то период я занесу горшки в теплицу. Вот, а может быть, даже сразу высажу в большие 5-литровые горшки, занесу в теплицу, и там уже перец без всяких перевалок, пересадок будет расти. Когда уже наступит хорошая температура для перчика, вот, я вынесу на улицу и поставлю. Ну, кстати говоря, перцы очень красиво смотрятся, так же, как и баклажаны. Вот, их можно и в цветнике разместить на солнечном каком-то месте, и, поверьте мне, будет как украшение. В особенности, когда еще висят уже такие красивые красные перцы на них, то вообще клумба смотрится великолепно. Все, друзья, да, дальше, обязательно, обязательно, значит, вот при такой посадке, ну, дня через 3-4 уже появятся сходы. Обязательно мы делаем вот такую тепличку. Нет таких тепличек, значит, в стаканчик или что, в пакет можно, в обычный пакет, и чтобы они были прикрыты, чтобы там сохранялась постоянная температура, освещение, да, то есть у меня горят лампы, обязательно стоят все-все это на антресолях с одной температурой. Температура должна быть от 22 до 24, это самое благоприятное для прорастания семян, обязательно подсветка, но не круглосуточная, да, а, ну, просто как бы день я удлиняю, у меня днем они горят, в ночь я выключаю, ну, это смотря где, то есть если над гортензиями, там круглосуточно горит, а вот именно для таких, значит, ну, часов в 11 вечера я выключаю свет. Друзья, ну что, я надеюсь, что если кто попробует, у вас обязательно все получится, вы будете с хорошей рассадой, с хорошим урожаем, я вам всем желаю, не важно, этим способом или другим, но хороших вам урожаев, самое главное, будьте здоровы, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok